2 ноября свой 90-летний юбилей отметил бы человек, которого хорошо знают многие. Бывший учитель физкультуры, отличник народного просвещения Валерий Александрович Прозоров более 40 лет преподавал физкультуру, приобщив за это время тысячи девчонок и мальчишек к занятиям спортом. Однако Валерия Александровича не стало в октябре. Не дожил он до своего юбилея, поэтому и передача об этом человеке вышла совсем не такой, какой была запланирована первоначально. Родился он в 1931 году в деревне Маслова Шухомышского сельского совета. Отучился 4 года в сельской начальной школе, затем в первой мужской школе города Фурманово. Начиная с 8 класса Валерий Александрович выступал на лыжных соревнованиях и легкоатлетических кроссах города области. Закончил Смоленский институт физической культуры, вернулся на малую родину. Вот как он сам вспоминал начало своей педагогической деятельности в интервью, которое мы записали с ветераном спорта 7 лет назад, в 2014 году, накануне Дня физкультурника. Материальная база в те поры была очень слабовата и в школах, и в коллективах физкультуры. Пришлось потрудиться молодому руководителю. И Анатолий Федорович уже работал в сполкоме, помогал Леонид Гаврилович Куровкин, он работал все еще в нашей тогда первой школе мужской. И особенно в развитии лыжного спорта помог учитель физкультуры и тренер Алексей Александрович Сахаров. Все оттуда и началось. Мы с Алексеем Александровичем Сахаром собрали команду лыжников, которая заняла первое место в области. Были прекрасные гонщики взрослые. Анатолий Васильевич Белов, Сахаров Алексей Александрович, Горшков Лев Александрович, Королев Василий. В 1956 году мы такую команду готовили взрослые. Маргарета Васильевна Королева, Гребенкина Раиса. Теперь юноши были очень сильные, подготовленные Алексеем Александровичем. Владимир Печуев, Журавлев, Игорь, Аян Морозов, Коля Орлов. Девчонки были очень хорошие. Голышева Веля, Шишкина, Люся из седьмой школы сейчас. Мы тогда заняли первое место в области. Это впервые, наверное, было, и больше все только призовые, но первое место нам не хватило. Будучи еще председателем спорткомитета, мы провели соревнования по баскетболу среди сборных команд. Значит, за детей играли и учителя, за фабрик играли и инструктора. И мы это сделали все, ну, в одну кучу сместили для поднятия баскетбола. И вот с тех пор мы заразились, и мы в 1956 году, вот у меня где-то еще жетон сохранился, взрослые мужчины выиграли второе место в области. Вот с тех пор баскетбол в городе у нас стоит на уровне. Добрым словом ветерана спорта сейчас вспоминают его ученики, а также бывшие коллеги по работе. Во-первых, он закончил Смоленский институт физкультуры. Не как мы все педагогические. Я педагогический Ивановский закончил, сейчас университет. А он как тренер, преподаватель. И приехал сюда, я не знаю, родителей вообще ничего, у нас даже разговора как-то не было. И он сначала работал, сидел на комитете, комитет по физкультуре и спорту при исполкоме. А потом ушел работать в третью школу преподавателем. И мою супругу он там учил. Стал развивать в городе баскетбол. И мы котировались очень высоко в области. А потом, когда построили 10-ю школу в 67-м году, он ушел туда. Новая, современная, светлая. Я же с ним поближе познакомился. Когда закончил институт в 70-м году, мне направление дали в 10-ю школу. И он был моим учителем-наставником. Он меня учил. И хвалил иногда. Но в основном сначала ругал, заставлял кое-что переделывать. Что было на пользу, я набирал своего опыта. Вместе мы работали, вместе отдыхали. Любили играть в хоккей, в мини-хоккей. У нас маленькие воротцы были. И мы маленькими клюшечками. На каждый праздник, обычно конец четверти учебного года, турниры шахматные устраивали. Вот так отдыхали. Долгое время он работал физруком в пионерском лагере «Березка». А в 72-м году, по-моему, я его там сменил. Туда в 13 лет ездил. Но у нас в школе было холодно. И у нас даже замерзали трубы в спортзале. И утром приходишь, а там бассейн. Вода, пар, хоть плавать. На следующий день приходишь, каток замерзло все. И когда построили первую школу, он только из-за этого ушел туда. Но нас разделили, у нас и ученики, и преподаватели, все пополам. Им очень дружили. Они к нам приходили в гости. И так же вот в хоккей поиграют, в шахматы. Мы к ним ходили. То есть очень дружно жили. А потом и там стало холодно. А у нас наладилось. И перед тем, как уйти на заслуженный отдых, он пришел ко мне. Говорит, Александр Ильич, возьми меня поработать. Хоть тут потеплее, до пенсии. Говорит, Александр Ильич, приходи. Я знал его супругу. Я сейчас у него и дома был. У академика Лихачева есть такие слова. Если жить только для себя, своими мелкими заботами и собственным благополучием, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему давал силы. Эти слова, как нельзя лучше, характеризуют педагога, настоящего учителя. Именно таким учителем был Валерий Александрович Прозоров, преподаватель физ. воспитания. Мне посчастливилось работать вместе с ним в нашей первой школе. Валерий Александрович отличала неукротимая энергия, талант наставника, неравнодушие. Школьный спортивный зал никогда не пустовал. Уроки, занятия спортивных секций и лыжи, и баскетбол, и волейбол, и, конечно, соревнования между классами, школами, городские и областные. Это удивительный человек. Он всегда был чем-то занят. Отремонтировать лыжи, волейбольную сетку, мяч, подшить лыжные ботинки. Всегда с улыбкой, нетерпимой к лене, с чувством юмора. Это наш Валерий Александрович. Время неумолимо. Проходит смена поколений. Сколько учеников Валерия Александровича продолжили его дело, стали учителями физкультуры. Добрым словом вспоминают своего наставника, следуют его жизненным принципам. Верить в собственные силы, преодолевать трудности, вкладывать в своих учеников знания и душу. Быть педагогом – это призвание, это судьба. Судьба Валерия Александровича Прозорова. Надо побольше проявлять энтузиазма, терпения. Потому что в спорте обязательно нужно терпение проявить, характер. Когда, говорится, не бежится, надо прибавлять. Как Николай Анатольевич у нас виновляло, бывало, бежишь слабо, так он скажет, ну что лапки плетешь? Ну-ка давай это прибавляй. И вот с такими веселыми шутками, значит, конечно, надо двигаться. Заниматься надо регулярно. Не то, чтобы там, как раньше, три раза в неделю, надо заниматься два раза в день. Надо зарядочку хорошую делать, а потом уже тренировку. С Валерием Александровичем я познакомился в 1976 году, когда пришел учиться в среднюю школу номер 10 и был его учеником. Я в это время занимался в секции лыжного спорта. Но сразу почувствовал, что на уроках физической культуры поблажек мне не будет. Валерий Александрович был строгий, но добродушный учитель. Он всегда интересовался моим здоровьем, как я занимаюсь лыжным спортом, интересовала его жизнь моей семьи. На его уроках я обучался всем тем навыкам спортивным, которые, как говорится, нужны мне были в то время. Особенно осваивал спортивные игры, баскетбол, волейбол. В школе проводилось много спортивных мероприятий, где мы с одноклассниками участвовали и боролись за медали своими одноклассниками, своими сверстниками из других классов. Валерий Александрович всегда поддерживал нас. Было видно как-то, что он за нас болеет, переживает. И мы чувствовали себя членами большой спортивной семьи, хотя пришли учиться в 9 класс из 5 школы, в 10 школу. Валерий Александрович дал мне богатый багаж знаний, которые пригодились мне в моей будущей профессии. Я ему благодарен до сих пор. Светлая ему память. Пусть земляй будет импухом. Пусть земляй будет импухом.